Официальный представитель ЛГБТ движения Петербурга отправился на свидание к прибалтийским дипломатам. Игорь Кочетков давно пропагандирует нетрадиционную сексуальную ориентацию, вообще попробовал в своей жизни многое. Стал публицистом, подался в политику и даже встретился с президентом США Бараком Обамой, попросив помощи у Запада в распространении своих идей. И вот теперь визит в консульство Литвы. Алексей Багин выяснил зачем. С вами можно пообщаться? Нет, нельзя. Почему? Я не общаюсь с пятым каналом. Почему с пятым каналом общаюсь? Мы приличные. Еще раз, Игорь Игоревич, но в чем дело? Вы же открытый человек. Считает журналистов людьми без достоинства, общаться в присутствии телекамер не намерен. Официальный представитель геев, лесбиянок и трансгендеров Петербурга Игорь Кочетков после свидания с дипломатами спешно покидает литовское консульство. Сема встречи, как прошла. Удовлетворены ли вы встречи? Передать управление страной виртуальным институтам власти, которые будут существовать исключительно в мировой паутине, заменить президента, аппарат правительства и все силовые министерства на десяток программистов из ЛГБТ-движения, фантастическая идея, которой представители сексуальных меньшинств поделились с литовскими дипломатами. Абсурдное предложение, похожее на сценарий какого-нибудь фильма ужасов, но гея-активист Кочетков верит. Именно он настоял на встрече с консулом и попросил провести семинар об информационных технологиях, способных повлиять на государственный строй. Литовцам необычная инициатива показалась интересной. Площадку для дискуссии предоставили сразу. Изменение этой привычной патриархатной картины мира может быть полезным для всех. ЛГБТ-движения освобождает нас от стереотипов, освобождает от страха. И в этом заключается, наверное, миссия ЛГБТ-движения. В том, чтобы освободить от страха себя, освободить от страха всех. Глава ЛГБТ-сообщества уверен, информацию, представляющую государственную тайну, можно и нужно хранить в интернете при помощи облачных технологий. Место занимает меньше. И другим странам в случае необходимости открыть доступ проще. Ведь сексуальное меньшинство, люди безобидные, радуют за информационную открытость и выступают против насилия. Об армии, военных и гражданской обороне, по их мнению, следует забыть. Тогда на планете наступит мир. Такие, мягко говоря, странные инициативы не выдерживают критики. Но члены радужного содружества уверены, их просто не хотят слушать. Вот какое заявление сделал недавно все тот же лидер на заседании ОБСЕ. Российские власти привязывают единственность неправительственных организаций, которые распространяют в обществе информацию, способствующую снижению уровня гомофобной ненависти. По мнению докладчика, отечественным геям сейчас самое время уйти в подполье, точнее, в интернет. И при поддержке иностранных спецслужб создать свою социальную сеть, что называется, для тех, кто в теме. Вот она-то рано или поздно, по версии гражданина Кочеткова, и спровоцирует сексуальную революцию, которую якобы уже давно ждут в России, но обсуждают почему-то лишь на территории дипломатических ведомств других стран. Я очень довольна, что есть место, где я могу обсудить интересующий меня вопрос. Еще раз говорю, вы захотите приглашать? Придем к вам, есть у вас площадка, бесплатную бей еще чаем напоют, спечить, спечень. Об особой важности состоявшегося семинара для литовской стороны говорит и тот факт, что его посетил специальный гость, канцлер Сейма Даева Раудонени. По статусу второй после президента человек в правительстве республики. Удивительным образом мероприятие в литовском консульстве совпало по времени и дате проведения с форумом «Свободной России в Вильнюсе», которое обычно посещают представители так называемой несистемной оппозиции. Возможно, закрытый формат встречи дипломатов с представителями сексуальных меньшинств не что иное, как попытка засекретить основную тему совещания, лишь отдаленно связанного с компьютерными технологиями. По мнению общественников, за стенами литовского консульства шли совсем другие переговоры. Например, о дополнительных возможностях социальных сетей, которые в нужный момент можно использовать как информационное оружие. Именно на это обратили внимание собравшиеся у консульства пикетчики. Организация революции РОС и все остальное происходило в основном на этих платформах. И поэтому у нас ощущение, что это просто готовится вот такой вот вариант организации таких революций, желтых революций на нашей территории. Традиционно форум «Свободной России» освещают только западные СМИ. Российским журналистам вход туда строго воспрещен. Петербургские борцы за свободную любовь, как выяснилось, тоже не жалуют отечественную прессу. Зато охотно позируют перед иностранными телекамерами, когда речь заходит о критике нашей страны. Например, в 2013 году Игорь Кочетков в качестве делегата был приглашен посольством США на встречу с американским президентом, когда тот посетил Петербург. Тогда активисты движения жаловались на отсутствие в России господдержки однополых браков. Но аудиенция с Обамой не принесла результатов. И вот сейчас, спустя 3,5 года, петербургское ЛГБТ-сообщество, похоже, нашло новых слушателей. На этот раз в лице литовского МИД. Алексей Багин, Антон Осокин и Кирилл Ляхов. Пятый канал.